Здравствуйте! Единый государственный экзамен введен в России в 2009 году с целью беспристрастной оценки знаний учащихся. Споры за и против не утихают до сих пор. Каждый год возникают новые дискуссии и конфликты. В Архангельске и Северодвинске у нескольких выпускников школ были отменены результаты ЕГЭ. О делах школьных накануне выпускных пойдет сегодня разговор. В гостях у программы «Такие дела» министр образования и науки Илья Игоревич Иванкин. Илья Игоревич, здравствуйте! Вы как оцениваете результаты ЕГЭ в Архангельской области? Результаты у нас традиционно немножко лучше среднероссийских. Если брать сравнение с прошлым годом, то результаты остались примерно на том же уровне. Хочу отметить, что такое сравнение не всегда корректно, потому что контрольно-измерительные материалы меняются год от года. Но если брать по проценту получивших оценки по количеству стабальников, то у нас результаты находятся на уровне прошлого года. То есть мы в первой десятке? Нет, мы не в первой десятке. Дело в том, что мы чуть-чуть выше среднего по России. Это нормальный результат. У нас не было зафиксировано никаких нарушений с точки зрения проведения ЕГЭ. Оно прошло в штатном режиме. Мы готовились к его проведению с начала года. Поэтому я удовлетворен результатами. Но дискуссии вокруг ЕГЭ, конечно, не утихают. Я думаю, что вы, наверное, тоже все это в курсе. Слышите, смотрите. Вы сами как относитесь? Ну, начну с того, что идеальной системы оценки знаний в настоящее время в мире не существует. Многие страны используют собственные методики. Кто-то, как мы, использует ЕГЭ, кто-то использует комбинированные методы. Ну, в частности, допустим, как сейчас Министерство образования Российской Федерации рассматривает вариант с портфолио. Поэтому, еще раз повторюсь, что идеальной системы оценки знаний не существует. Если бы она была, то все страны бы ее использовали. И задача заключается в том, что, чтобы сделать систему оценки знаний как можно более обладающими достоинствами. Ну, в чем плюсы ЕГЭ? Плюсы заключаются в том, что выпускник одновременно сдает и выпускные экзамены из школы, и одновременно вступительные испытания в ВУЗ. На мой взгляд, это достаточно рационально, потому что раньше приходилось сдавать сначала выпускные экзамены, потом вступительные испытания. До нервных срывов, чтобы не доходить. И уверяю вас, да, что мы, когда поступали в высшие учебные заведения, мы волновались не меньше, чем сейчас выпускники. Конечно, ЕГЭ несовершенен, и в первую очередь ему ставятся претензии с точки зрения натаскивания, с точки зрения, что он не совсем подходит под гуманитарные специальности, под творческие специальности. Я думаю, что это справедливо. И Министерство образования и науки Российской Федерации, оно и учитывает и мнение регионов, и будет в следующем году продолжать работу над совершенствованием единого госэкзамена. Единственное, что я могу сказать, что ЕГЭ остается. Знает школьник, знает учитель, что предстоит сдавать ЕГЭ по такому-то вопросу, да? То есть на саму всю систему образования. К одним предметам относятся поверхностно, на другие начинают зубрить. Ну, у нас два обязательных экзамена, без которых не получишь аттестат. Это русский язык и математика. Все остальные дисциплины, они сдаются по выбору. То есть если человек хочет поступать на гуманитарную специальность, ему вовсе не обязательно сдавать физику. А если он поступает на техническую специальность, он обязательно... Так вот, он и машет рукой на физику. В принципе, да. Ну, согласитесь, что физику они все равно изучают в школе. И, допустим, будущему социологу, ну, вовсе не обязательно знать на 100 баллов физику, потому что в дальнейшей его жизни ему будет достаточно тех знаний, которые он получил. Ну, аргумент ученика. Физика мне не понадобится, я ее учить не буду, да? И учителю, в общем, сложно справиться с этим. Ну, дело в том, что есть текущая успеваемость в школе. И для того, чтобы получить аттестат, надо все равно иметь положительные оценки по этому предмету. Самые проблемные места, я уже в косминистра спрашиваю, в образовании Архангельской области. В сфере образования. Самые проблемные, сложно сказать. Дело в том, что за последние три года у нас, если речь идет об общем образовании, у нас идет проект модернизации общего образования. И многие проблемы удалось решить. В первую очередь, они были связаны с развитием школьной инфраструктуры, с ремонтом образовательных учреждений, с безопасностью школьных перевозок, с обеспечением школ оборудованием. Сейчас мы видим, что этот проект очень хорошо себя зарекомендовал. И мы планируем в следующем году уже за счет областных средств его продолжать. Поэтому те критические моменты, которые были, допустим, в 2010 году, это было связано там и с отсутствием автобусов, соответствующих ГОСТу по перевозке детей. Мы их достаточно успешно решаем. И я не вижу таких вот действительно очень критичных проблем, из-за которых бы система образования не могла нормально функционировать. Да, есть текущие задачи, есть требования надзорных органов, которые мы периодически исправляем. Есть проблемы, связанные с тем, что нельзя сразу же отремонтировать все здания, но все равно выделяются средства на это. Поэтому есть текущие задачи, которые мы решаем. В области нехватки учителей не ощущается? Ну, безусловно, у нас имеется определенный дефицит кадров, хотя зачастую эта проблема, она несколько преувеличена, потому что мы проанализировали, какой у нас коэффициент совместительства. В среднем по области он составляет 1,18. То есть у нас в среднем учителя работают на 1,18 ставки. Да, в городах кадровая проблема, она немножко выше, то есть коэффициент совместительства выше. В сельской местности, ну, тоже, опять же, зависит все от муниципального образования. Здесь я хочу сказать, что у нас порядка 500 вакансий на данный момент, если брать по области. Да, но сейчас нам даны достаточно большие полномочия, связанные с формированием контрольных цифр приема для Северного Арктического Федерального Университета. В понедельник мы собираемся как раз по этому вопросу и будем все-таки увеличивать количество подготовки педагогов по тем или иным специальностям, которые действительно востребованы. Да, проблемы есть, я часто езжу по муниципальным образованиям. У нас раньше, допустим, да и сейчас существует проблема с иностранными языками, потому что, ну, всегда есть возможность выпускнику уйти работать в какую-то коммерческую структуру. И проблемы эти год от года не меняются. Есть проблемы с учителями математики, но сейчас мы достаточно активно работаем в этом направлении. Проводили и круглые столы, и депутатские слушания по этому вопросу. Увеличиваем контрольные цифры приема по подготовке специалистов среднего звена, в частности в наших педагогических колледжах. Ну и проблема, на самом деле, она не такая, скажем, катастрофическая, потому что, ну, на более чем на 10 тысяч педагогов иметь 500 вакансий, это не такой большой процент. Ну, а эта цифра все-таки устойчивая? Она достаточно устойчивая, но сейчас она сокращается, потому что мы, допустим, в 2011-2012 году предпринимали достаточно беспрецедентные меры по привлечению педагогов. Мы и сейчас платим подъемные 100 тысяч, когда молодой человек или девушка приходят работать в школу. Мы строим служебное жилье, мы выдавали сертификаты. Сейчас муниципальные образования очень заинтересованы в притоке молодых кадров. Они работают непосредственно и с учебными заведениями, они платят в свою очередь подъемные, они сами предоставляют жилье. Поэтому, конечно, 100% обеспечения достаточно сложно добиться, но вот этот процент совместительства у нас будет сокращаться. И не только потому, что у нас будет приходить большее количество педагогов в школу. У нас на сегодняшний момент в демографии наблюдается спад учеников. И здесь хочется отметить еще один факт, что все-таки проблема существует за счет того, что необходимо омоложение кадров в школах, потому что достаточно большой процент пенсионеров работает. Мы эти вопросы регулярно поднимаем на всевозможных мероприятиях. Сейчас мы разрабатываем комплекс конкретных мероприятий, как нам закрыть эту проблему. А вот знаете, может быть, еще и потому не идут в школу молодые преподаватели, что очень сложно справиться с детьми. Это очень многие учителя отмечают. И уровень воспитания, и каких-то нравственных принципов, и что такое хорошо, что такое плохо. Повсеместно, наверное, можно говорить, что педагог жалуется. С сегодняшними, нынешними детьми невозможно работать. Ну, на самом деле, и в наше время, когда мы учились, были и проблемные подростки и так далее. На мой взгляд, здесь сложно проводить какие-то аналогии, что дети там стали хуже или лучше. Я всегда, когда мне задают вопрос, а лучше стали современные ученики, или они хуже стали. Я отвечаю по-другому, они просто стали другими. Значит, и учителю тоже надо меняться. Конечно, учителю надо меняться, потому что, ну, приведу банальный пример, на занятиях по информатике у нас зачастую ученики владеют современными информационно-коммуникационными технологиями лучше, чем педагог. Поэтому, безусловно, педагог должен постоянно совершенствоваться, и мы уделяем большое внимание именно повышению квалификации педагогов, освоениями современных технологий. И хочу сказать, что в новом законе об образовании, если раньше было обязательно повышение квалификации раз в 5 лет, мы теперь будем это делать раз в 3 года. А преподаватели вуза, в свою очередь, жалуются на повальную безграмотность. Тоже не секрет, уже в анекдотах это все, да, как студент пишет сочинение или пишет заявление просто в вуз. Насчет повальной безграмотности я бы так не сказал, что она повальная. Сокращение часов на преподавание литературы русского языка с этим не связано? Я просто немножко с другой стороны зайду к этому вопросу. Дело в том, что у нас достаточно большое количество студентов в вузах, которые поступают на платной основе. Это ни в коем случае не связано с ЕГЭ. То есть люди набирают низкий балл, они не проходят по конкурсу университет, ну и, соответственно, учатся за плату. Я не говорю про всех платников, но зачастую бюджетные студенты показывают значительно более высокие результаты, нежели платные. То есть вы хотите сказать, что бюджетный студент умнее, чем платный студент? Нет, он не умнее. Здесь дело не в уме, потому что кто-то берет усердием, кто-то берет своими умственными способностями. И что лучше, тут еще надо тоже подумать, потому что бывают умные, но разгильдяй. Поэтому все познается в сравнении. Для того, чтобы нам оценивать уровень подготовки студентов, школьников и так далее, все-таки необходимо создать универсальную систему оценки качества образования. Потому что когда говорят, что вот этот вуз готовит лучше, а этот хуже, зачастую это базируется на личных оценках, на личном мнении. А нужны четкие критерии, желательно они должны быть количественными. Сейчас Министерство образования и науки будет разрабатывать такую систему, хотя речь об этом идет уже не первый год. Мы в свою очередь, Министерство совместно с нашими подведомственными учреждениями, Архангельским институтом повышения квалификации и региональным центром оценки качества образования, сами разрабатываем эту систему, не дожидаясь, пока появится федеральная. Да, это действительно необходимо. Но вот что касается, не могу вернее не спросить, не задать один вопрос, как выпускник четвертой школы, что же у нас с этим зданием? Дело в том, что там возникли определенные проблемы с выполнением реставрационных работ. Сейчас Министерство строительства занимается организацией конкурсных процедур. И я думаю, что в скором времени работы по реставрации этого здания будут закончены. Северно-Арктический федеральный университет совместно с нашим министерством уже определил перечень оборудования. Северно-Арктический федеральный университет, он в данном случае делает ставку на подготовку специалистов по естественным и техническим наукам. Поэтому это будет не гимназия, где в основном делают ставку на гуманитариев, а именно лицей. И в принципе у них уже структурное подразделение создано, у них назначено руководство лицея. Сейчас идет проработка о том, чтобы с 1 сентября им набрать детей и начать заниматься в каком-то другом здании, пока это не готово. Вы, наверное, знаете, что у Северного Арктического федерального университета есть структурное подразделение детский сад. Поэтому университет у нас готовит не только студентов с высшим образованием, но и со средним. Это будет общее образование и дошкольное образование, то есть все ступени непрерывные. Такая цепочка будет, да? Да, ну и плюс дальше там аспирантура, докторантура. В общем, повезет человеку, кто пройдет это все. Да, можно начинать с детского сада, потом переходить в лицей. Вундеркиндом таким выйдет, да? Ну, может быть, да. Главное, чтобы он не уехал из нашего региона. Согласен. Но если он здесь будет заканчивать университет, и мы прикладываем к этому большие усилия в качестве профориентационной работы, чтобы выпускники наших школ все-таки не уезжали в Москву и Санкт-Петербург, а поступали в наш университет. Тогда больше вероятность, что он будет работать именно здесь. Да, конечно. Ну, и сколько же у нас гениев? Вот я вижу у вас тут списки. Сколько у нас будущих талантов, кто у нас прославит нашу Архангельскую область? Ну, что значит гений? Если вас интересует количество стобальников, то по предметам оно разное. Во всяком случае... Кого у нас больше? Гуманитариев, технарей? Ну, на данный момент у нас больше гуманитариев. И 100 баллов у нас в этом году набрало по русскому языку 13 учеников. В 2012 году их было 15. Ну, это тоже нормально. Плюс-минус 2 человека. Это не рост в 11 раз или падение, допустим, как было в Липецкой области. У нас достаточно большое количество учеников, которые набрали не 100 баллов, а 98. По русскому языку их 35 человек. Вот. Если брать математику, то у нас количество стобальников 2 человека. Это все представители Северодвинска, 17-й, общеобразовательный лицей. Традиционно выдает, да? Да, это очень сильное учебное заведение. Я считаю, что оно одно из лучших по области. И в этом году они действительно очень хорошо себя показали по достаточно большому количеству предметов. У них и по русскому языку есть стобальники. В этом году очень хорошо. Шестая общеобразовательная гимназия города Архангельска сдавала русский язык. У них 6 человек сдали на 100 баллов русский язык. Это действительно показатель. Ну и, соответственно, результаты находятся на достаточно хорошем уровне. Мы, конечно же, будем делать анализ по всем муниципальным образованиям, по всем общеобразовательным учреждениям для того, чтобы выявить слабые места, слабые учебные заведения нашей области и принять какие-то меры по повышению качества образования. Потому что есть учебные заведения, которые традиционно очень хорошо сдают ЕГЭ, есть те, которые проваливаются. И вот наша задача понять причины, почему это происходит. Да, с ученика-то мы часто спрашиваем. Да, безусловно. И мы должны принять определенные меры для того, чтобы этого не было. Потому что школьник не виноват, если он живет в каком-то муниципальном образовании и учится в школе, где не могут обеспечить высокое качество. Тут уж наша задача совместно с муниципалитетами помочь как-то исправить ситуацию. Спасибо, Илья Игоревич. Заключение несколько коротких вопросов. Согласны? Да. Вы какую школу заканчивали и ваш любимый предмет? Я заканчивал школу номер 35 города Архангельска. Это восьмой микрорайон. Какой мой был любимый предмет? Ну, вообще я ко всем предметам относился с достаточно большим уважением. Я не могу так выделить. Тем более, я очень благодарен педагогам, которые преподавали. И действительно, это были учителя с большой буквы. Они нам дали такие знания, что без проблем поступали. И высшее учебное заведение. Ну, и в дальнейшем нашли себя на профессиональном уровне. Поэтому я бы не стал выделять, что лучше. Что мне больше нравилось, физика или, допустим, история. Это очень сложно. Я действительно всем благодарен. У меня ни один из учителей, которые у нас вели занятия, не вызывал какого-то негатива и так далее. То есть я всех их помню и очень люблю. Ну, и накануне выпускных, ваше пожелание выпускникам Архангельской области? Дорогие выпускники, я вас поздравляю с окончанием школы. Это действительно очень большой этап в жизни. Не думайте, что жизнь на этом останавливается. Всем желаю поступить в учебное заведение. Желательно на территории нашей области. Потому что вы нам всем нужны. Ну, и хочу пожелать вам в первую очередь усердия и трудолюбия. Потому что поступить в учебное заведение – это еще 5% от всего того, что вам придет пройти. И никогда не слушайте старших товарищей, которые вам говорят, что на занятия на эти можно не ходить, на эти можно проспать и так далее. Учиться гораздо сложнее, нежели поступить. Поэтому я желаю успехов в вашей последующей жизни. И уверяю вас, что учеба в том же университете или в техникуме, она ничуть не менее интересна, чем учеба в школе. Удачи вам. И еще раз повторюсь, что поступайте в наше учебное заведение Архангельской области. Настоятельно просит министр образования и науки Архангельской области Илья Игоревич Иванкин. Спасибо. Спасибо. Образование есть то, что остается после того, когда забывается все, чему нас учили. Слова Альберта Эйнштейна. А он знал, о чем говорил. Такие дела. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok